Вы слушаете чтение Библии. 11 июля. Третья книга царств. Первая и вторая главы. Глава первая. Глава первая. Иискали красивую девицу во всех пределах израильских. И нашли Ависагу, сунамитянку. И привели ее к царю. Девица была очень красива. И ходила она за царем и прислуживала ему. Но царь не познал ее. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил «Я буду царем». И завел себе колесницы и всадников, и пятьдесят человек-скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом «Для чего ты это делаешь?». Он же был очень красив. И родился ему после Ависсалома. И советовался он с Иоавом, сыном Саруии, и с Авиафаром, священником. И они помогали Адонии. Но священник Садок и Ванея, сын Иодая, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давида, не были на стороне Адонии. И заколол Адония овец, и валов, и тельцов у камня Зохелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих сыновей царя со всеми иудеями, служившими у царя. Пророка же Нафана, и Ванею, и тех сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил. Тогда Нафан сказал Версавии, матери Соломона, говоря, «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифы, сделался царем, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе, спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду, и скажи ему, Не клялся ли ты, господин мой царь, о рабе твоей говоря, Сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем? Почему же воцарился Адония? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, Войду и я вслед за тобой и дополню слова твои». Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Ависага-сунамитянка прислуживала царю. И наклонилась Версавия, и поклонилась царю, и сказал царь, Что тебе? Она сказала ему, Господин мой царь, ты клялся рабе твоей господом богом твоим, Сын твой Соломон будет царствовать после меня, И он сядет на престоле моем. А теперь вот Адония воцарился, И ты, господин мой царь, не знаешь о том. И заколол он множество валов, тельцов и овец, И пригласил всех сыновей царских, И священника Авиафара, и военачальника Иоава. Соломона же, раба твоего, не пригласил. Но ты, господин мой царь, И глаза всех израильтян устремлены на тебя, Чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле Господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиит с отцами своими, Падет обвинение на меня и на сына моего Соломона. Когда она еще говорила с царем, Пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря, Вот Нафан, пророк. И вошел он к царю, И поклонился царю лицом до земли, И сказал Нафан, Господин мой царь, Сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня, И он сядет на престоле моем? Потому что он ныне сошел И заколол множество валов, тельцов и овец, И пригласил всех сыновей царских И военачальников, И священника Авиафара. И вот они едят и пьют у него, И говорят, Доживет царь Адония. А меня, раба твоего, И священника Садока, Иванею, Сына Иодая, И Соломона, Раба твоего, Не пригласил. Не произошло ли это По воле господина моего царя? И для чего ты не открыл Рабу твоему, Кто сядет на престоле Господина моего царя после него? И отвечал царь Давид И сказал, Позовите ко мне Версавию. И вошла она И стала пред царем. И клялся царь И сказал, Жив Господь, Избавлявший душу мою От всякой беды. Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, Говоря, что Соломон, Сын твой, Будет царствовать после меня. И он сядет на престоле моем Вместо меня. Так я и сделаю это Сегодня. И поклонилась Версавия Лицом до земли. И поклонилась царю И сказала, Да живет господин мой Царь Давид Вовеки. И сказал царь Давид, Позовите ко мне Священника Садока И пророка Нафана Иванею Сына Иодая. И вошли они к царю. И сказал им царь, Возьмите с собой Слуг господина вашего И посадите Соломона Сына моего На мула моего И сведите его К Геону И да помажет его там Садок Священник Инофан Пророк В царя над Израилем И затрубите трубой И возгласите Доживет царь Соломон. Потом Проводите его назад И он придет И сядет на престоле Моем Он будет царствовать Вместо меня Ему завещал я быть Вождем Израиля И Иуды И отвечал Ванея Сын Иодая царю И сказал Аминь Да скажет так Господь Бог господина Моего царя Как был Господь Бог с господином Моим царем Так да будет Он с Соломоном И да возвеличит Престол его Более престола Господина Моего царя Давида И пошли Садок Священник Инофан Пророк И Ванея Сын Иодая И Хилифеи И Филифеи И посадили Соломона Намула Царя Давида И повели Его к Геону И взял Садок Священник Рог с елеем Из Скинии И помазал Соломона И затрубили Трубой И весь народ Восклицал Да живет Царь Соломон И весь народ Провожал Соломона И играл народ На свирелях И весьма радовался Так что земля Расседала Сот криков Его И услышал Адония И все Приглашенные Им Как только Перестали есть А Иоаф Услышав Звук трубы Сказал Отчего Это шум Волнующегося Города Еще он Говорил Как пришел Иоафан Сын священника Авиафара И сказал Адония Войди Ты Честный Человек И несешь Добрую Весть И отвечал Иоафан И сказал Адонии Да Господин Наш Царь Давид Поставил Соломона Царем И послал Царь с ним Садока Священника Инофана Пророка И Ванею Сына Иодая И Хилифеев И Филифеев И они Посадили его На мула Царского И помазали Его Садок Священник Инофан Пророк В царя В Геония И оттуда Отправились С радостью И пришел В движение Город Вот отчего Шум Который Вы слышите И Соломон Уже сел На царском Престоле И слуги Царя Приходили Поздравить Господина Нашего Царя Давида Говоря Бог Твой Да прославит Имя Соломона Более Твоего Имени И Да возвеличит Престол Его Более Твоего Престола И поклонился Царь На ложе Своем И сказал Царь Так Благословен Господь Бог Израилев Который Сегодня дал От семени Моего Сидящего На престоле Моем И Очи Мои Видят Это Тогда Испугались И встали Все Приглашенные Которые Были У Адонии И Пошли Каждой Своей Дорогою Адония же Бояс Соломона Встал И пошел И Ухватился За роги Жертвенника И Донесли Соломону Говоря Вот Адония Боится Царя Соломона И Вот Он Держится За рога Жертвенника Говоря Пусть Поклянется Мне Теперь Царь Соломон Что Он Не Умертвит Раба Своего Мечом И Сказал Соломон Если Он Будет Человеком Честным То Ни Один Волос Его Не Упадет На Землю Если Найдется В нем Лукавство То Умрет И Послал Царь Соломон И Привели Его От Жертвенника И Он Пришел И Поклонился Царю Соломону И Сказал Ему Соломон И И И И И Глава Вторая Приблизилось Время Умереть Давиду И Завещал Он Сыну Своему Соломону Говоря Вот Я Отхожу В Путь Всей Земли Ты Жи Будь Тверд И Будь Мужествен И храни завет Господа, Бога твоего, ходя путями Его, и соблюдая уставы Его и заповеди Его, и определения Его и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься. — Чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мной в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. — Еще. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю, а сынам Верзелия, гала-одитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимися твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. — Вот еще у тебя, Семей, сын Геры, вениаминитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умерщлю тебя мечом». Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не звести седину его в крови в преисподнюю. И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Время царствования Давида над Израилем было сорок лет. В Хевроне царствовал он семь лет, и тридцать три года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона, и поклонился ей. Она сказала, «С миром ли приход твой?» И сказал он, «С миром». И сказал он, «У меня есть слово к тебе». Она сказала, «Говори». И сказал он, «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». Она сказала ему, «Говори». И сказал он, «Прошу тебя, поговори с царем Соломоном, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу-сунамитянку в жены». И сказала Версавия, «Хорошо, я поговорю о тебе с царем». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал перед ней и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его и сказала, «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь, «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она, «Дай Ависагу-сунамитянку Адонии, брату твоему, в жены». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей, «А зачем ты просишь Ависагу-сунамитянку для Адонии? Проси ему также и царства, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иоав, сын Саруии, военачальник, друг». И поклялся царь Соломон Господом, говоря, «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». И послал царь Соломон в Анею, сына Иодая, который поразил его, и он умер. А священнику Авиафару царь сказал, «Ступай, Ванафоф, на твое поле. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщрю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господнего, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илья в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся, и убежал Иоав в Скинию Господнюю, и ухватился за рога жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в Скинию Господнюю, и что он у жертвенника. И послал Соломон в Анею, сына Иодая, говоря, «Пойди, умертви его и похорони его». И пришел в Анею в Скинию Господнюю и сказал ему, «Так сказал царь, «Выходи». И сказал тот, «Нет, я хочу умереть здесь». В Анея передал это царю, говоря «Так сказал Иоав и так отвечал мне». Царь сказал ему, «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня и с дома отца моего». Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом без ведома отца моего Давида Авенира, сына Нира, военачальника израильского, и Амисая, сына Иефера, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа. И пошел в Анея сын Иодая, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон в Аннею, сына Иодая, вместо него над войском. Управление же царством было в Иерусалиме, а садока священника поставил царь первосвященником вместо Авиафара. И, послав, царь призвал Семея и сказал ему, «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю, «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через три года случилось, что у Семея двое рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому. И сказали Семею, говоря, «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей, и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей, и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф, и возвратился. И, послав, призвал царь Семея и сказал ему, «Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли тебя, говоря, «Знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь?» И ты сказал мне, «Хорошо». «Почему же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе перед Господом, склятывай?» И сказал царь Семею, «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки». И повелел царь Ванея, сыну Иодая, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. Для того, чтобы вам приходило каждый день чтение Библии, нажмите «Подписаться», а потом на колокольчик. Продолжение следует...